За годы существования он прошел путь от областного конкурса до масштабного фестиваля. В Ульяновске открыли межрегиональный чемпионат учительских клубов. На площадке старейшего вуза Поволжья встретились десятки педагогических сообществ из 20 регионов страны. Все они сторонники живого общения, а потому такие парады талантов – отличная возможность для обмена опытом и обогащения новыми знаниями. Победить хочется всем, но в первую очередь мы сюда приехали за энергией и поделиться этой энергией также с другими. Будем проходить испытания, педагогические испытания. То есть у нас фундаментальное понятие, у нас будет визитка, показать свой клуб. В общем, раскрыть то, чем занимается клуб и продемонстрировать это. И поделиться в первую очередь опытом с другими коллегами. Всех участников в концертном зале встретили бурными овациями. К своему почетному месту они прошли по красной ковровой дорожке. Такой формат добавил лоска и нотку торжественности в церемонию открытия. Впереди педагогов ждут четыре дня творческой работы. После – подведения итогов. Финалисты, занявшие первые три места, заберут медали и кубки из природного камня «Симберцит». Этим завершится одно из трех знаковых событий в рамках года педагога и наставника. Тепло эффективно и очень профессионально. Вы знаете, мы, наверное, в последние 25 лет вообще не собирали всех вместе народных учителей России и тем более представителей педагогических династий. Мы на какое-то время просто их выпустили из повестки. Речь о первом в Сиротийском съезде народных учителей России и педагогических династий. Он прошел параллельно с чемпионатом. Многие участники ведут историю науки еще с 19-го – начала 20-го века. Их опыт сейчас просто необходим государству для исполнения стратегической задачи – обеспечить образовательный суверенитет. А потому глава региона Алексей Русских предложил проводить подобные слеты регулярно. Я считаю, что это очень важно, поскольку это, конечно же, говорит о престиже педагогической профессии. Нам очень важно поднимать социальный статус педагога. Нам важно для того, чтобы молодые ребята и девушки шли в эту профессию. И, конечно же, вот пример старших поколений, а сейчас в Российской Федерации порядка 500 с лишним педагогических династий. И стаж во многих из них больше, чем время существования ряда стран. В планах и более расслабленные мероприятия. Так учителя смогут отвлечься от традиционного официального формата и просто отдохнуть в кругу коллег. Как отметили в региональном профильном министерстве, смена обстановки – залог нетлеющей любви к профессии без риска выгорания и потери энергии. У нас есть уникальный проект – это рыбалка среди учителей. Эта инициатива была у учительского сообщества. Пройдет это в начале мая, и я тоже буду вместе с педагогами лазить рыбу. Чемпионат по ловле рыбы пройдет в течение всего дня, в два этапа. Поэтому у нас еще определится и победитель среди учительства, и в этом хобби. Это и отличает педагогов России – многогранность и творческий подход к любимому делу. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.